Раз уж заговорили, можно немножечко объяснить, что такое API? Повсюду звучит, но вот никак голова не доходит, чтобы узнать об этом, что это. Есть ли в двух словах, что такое API? Вот у вас есть корзина, допустим. Вот вы зашли на сайт, и вы видите так в интернет-магазине, каталог. Потом вы заходите, в каталоге выбрали товар, там, не знаю, шампунь, допустим. Добавляете этот шампунь в корзину. Потом у нас идет оплата, правильно? Так вот, откуда каталог берет, что там есть шампунь в магазине? Предположите. База данных. Правильно. Вот. У нас есть огромная, тяжелая база данных. База данных. База данных. Которая хранит в себе все данные. Количество, оплата, пользователи. Вы когда авторизовываетесь, сайт берет оттуда информацию. Вы это или не вы? Собственно, в таком случае происходит обмен между вами и каталогом информации. Когда вы выбрали единичку, нажали добавить в корзину, вы забрали, в базе данных стало на одну единицу меньше в одной таблице, а в корзине стало плюс один. Правильно? Да. Да. Но корзина тоже обменивается с базой данных, данными. И просто так единица там не появится. Это не единица отсюда. В одной таблице уменьшилась, в другой добавилась. Эта таблица там корзина называется, допустим. Собственно, мы увидели, как происходит обмен. Потом происходит оплата. Как происходит оплата. Вот этот вот элемент, он вообще, возможно, будет не ваш. Вы когда оплачиваете в интернет-магазине, видели, что вас перекидывает на огно там Сбербанк, Тинькова, Альфы, еще кого-нибудь, где вам надо ввести смс, да? Да, это сторонний сервис. Сторонний сервис. И тут мы пришли к самому интересному. Вот эти элементы, которые мы с вами видим, вот они. Это ваш внутренний API. API это обмен между вашим каталогом и базой данных. Между корзиной и базой данных. Между корзиной и каталогом. API это то, что связывает эти элементы между собой, но внутри вашего. То есть это внутренний API с вашей базой данных, с вашим каталогом и тому подобное. Но это внутри. То есть вы послали запрос Get. Дай мне данные, когда вы зашли в каталог. Он вам вернул первый. Пожалуйста. То есть это вот так выглядит. Get. Это получить. Вы получаете данные. Вы взяли из каталога одну единицу. Вы сделали пост, что теперь я отправляю данные. Изменили. Корзина. Соответственно сообщается из базы данных. Тоже получает информацию Get. И тоже соответственно пост. А с оплатой немножко иная ситуация. Оплата это внешний сервис банка. То есть ну независимый от... Это не ваш разработанный продукт, а просто подключен. Как он подключен? Он как раз подключен за счет вот этих вот сервисов API. То есть банк вам предоставил кусок кода, ключи. Вы на своем сервере это добавили. И ваш продукт может общаться с банком с помощью запросов. Вы запрос ему отправили. Вот такой-то, такой-то человек хочет оплатить. Банк сверил ваши ключи. Ключи клиента и сказал, окей, хорошо. И проводит там транзакцию. Это очень грубое объяснение. Мы будем с вами... Будем вот эту вот программку еще смотреть и в ней поработаем чуть-чуть. Не, ну уже более-менее. Спасибо. Спасибо. Вот это вот называется Postman. Это как раз программа для обмена и получения такими командами. Вот это вот кусок команды, который выходит туда, запроса. И с ней вы будете работать очень-очень много. Вот. Вот. Собственно, я сейчас сделал запрос Get. Вот он отправил по адресу нашего продукта. Запросил конфигурацию моего профиля. Нажимаю Send и мне сервер возвращает данные. Баланс возвращает лимиты и все остальное. Я могу посмотреть это через программу, а пользователь это видит на сайте. На по сути работа с бэкэндом. API это бэкэнд.